всем привет с вами ира и канал готовим с любовью сегодня будем выпекать очень ароматные пышные и вкусные завитушки с творогом сметанной заливки эти булочки можно назвать пирожными они очень сочные с кремом порадуйте своих родных домашней выпечкой для теста мне понадобятся следующие продукты 200 миллилитров теплого молока 1 яйцо 2 чайные ложки сухих дрожжей или 20 грамм сырых 4 столовые ложки сахара 80 грамм растопленного сливочного масла пол чайной ложки соли и 450 грамм муки начинаем замешивать тесто выливаем молоко теплые не горячие добавляем сюда сахар дрожжи соль все вместе безопарное у нас тесто размешиваем хорошо если вы берете сухие дрожжи покупайте только качественные теперь добавляем одно яйцо сюда немножко муки я подсыпаю булочки у нас будут с творогом творожную начинку мы будем готовить уже когда у нас подойдет тесто когда уже готова она будет формирование булочек и только тогда мы займемся начинкой с творога иначе творог потечет сахар растает и начинка будет жидкая мой вам совет если вы готовите выпечку творожный начинку готовьте в самом конце теперь добавляем сливочное масло растопленное частями масло не должно быть горячим на кухне должно быть тепло тесто у нас так быстрее подойдет и булочки когда мы сделаем тоже их нужно оставлять на расстойку поэтому если у вас на кухне холодно по какой-то причине просто включите духовку откройте дверцу я часто делаю тогда у нас на кухне теплый воздух и дрожжевая выпечка получается замечательная теперь перекладываем тесто на стол сейчас всего выносим ручками тесто вы же помните любое дрожжевое тесто нельзя забивать поэтому следим за этим чувствуем тесто руками просто вы знаете я вам стараюсь указать точное количество муки но мука бывает разная поэтому может чуть-чуть варьироваться количество муки но вот сколько я вот не готовила указывала очень редко мне пишут что не совпадает количество муки всегда стараюсь вам указать точное вот смотрите вот уже тесто упругое его больше забивать не нужно я вот чувствую что уже хватит осталось немножко муки это нам она понадобится когда мы будем формировать наши завитушки с творогом мы будем посыпать стол раскатывать тесто вот принципе тесто мое готово смотрите мягкое мягкое слегка липкое теперь берем миску любую выкладываем тесто в мисочку посыпаем сверху мукой накрываем сверху полотенце и оставляем в тепле на один час теперь займемся начинкой тесто у нас увеличилось смотрите вот вдвое для начинки нужен творог у меня домашний пол килограмма добавляю сюда ванильный сахар один пакетик добавляю одно яйцо и 100 грамм сахара это 4 столовых ложки по желанию можно добавить сюда сухофрукты изюм курагу но я ничего не буду добавлять у меня будет именно завитушки с творогом хорошо перемешиваем если у вас начинка получилась жидкая у меня вот например хорошая получилась по консистенции если у вас жидкая добавьте чайную ложечку или столовую ложку смотрите сами крахмала теперь берем наше тесто слегка стол посыпаем мукой выкладываем тесто на стол тесто у меня вот я замесила она как раз хорошие уже не нужно добавлять муки делим на две части руки я обмазала растительным маслом и сейчас будем делать завитушки с творогом люблю выпечку с творогом это всегда вкусно полезно поэтому готовим сначала нам нужно раскатать тесто прямоугольный пласт теперь выкладываем начинку и должно быть много обязательно к начинке добавляйте ванильный сахар аромат будет разноситься по всей кухне разровняли хорошо оставили на другой рулетик начинку достаточно здесь уже теперь сворачиваем немножко здесь по выпадал по краям творог убрали его хорошо защипываем края и вот здесь угол защипываем если у вас есть вот такой пластиковый нож как у меня очень удобно им пользоваться в муку макаем и разрезаем и разрезаем и разрезаем булочки я выкладываю на противень застеленный пергаментной бумагой стараемся на расстоянии выкладывать булочки так как будет еще расстойка тесто и они увеличатся у нас в размере вот примерно вот так выкладываем также и с другой частью тесто проделываем все то же самое булочки постояли полчаса теперь я их смазала яйцом и отправляем в разогретую духовку на 180 градусов на средний уровень булочки с творогом выпекались полчаса осталось нам приготовить заливку для нее я буду использовать 150 миллилитров сливок берите 30 процентной жирности а то и больше и одну столовую ложку сахарной пудры сливки можно заменить сметаной только тоже брать не менее 20 процентной жирности сметану и с помощью венчика я хорошо перемешиваю все у меня домашние жирные сливки взбивать не не нужно их теперь наши булочки мы будем поливать заливкой еще вот хорошо размешали булочки слегка теплые это будет очень вкусно очень нежно я рекомендую вам приготовить такие ароматные полезные и очень вкусные творожные завитушки сметанной заливки завариваем чай и пробуем наши пышные и ароматные завитушки с творогом сметанной заливки эта выпечка никого не оставит равнодушным радуйте своих родных вкусными домашними булочками булочки в разрезе сочные мягкие и очень вкусные подписывайтесь на мой канал ставьте лайки а с вами была ира и канал готовим с любовью до новых встреч пока пока пока